Толщина покрытия новой дороги более полуметра. Глава Сургута Вадим Шувалов осмотрел ход работ по строительству продолжения улицы Маяковского. 600-метровый участок свяжет эту магистраль с университетской и по замыслу должен разгрузить в часы пик параллельную дорогу на 30 лет победы. Новая трасса должна была появиться еще три года назад, но тогда, после начала работ, строители уперлись в неучтенные подземные коммуникации, которые необходимо было перенести. Потребовалось перепроектирование. В 2019-м все формальности были соблюдены, подрядчика определили на аукционе. Работы здесь ведет компания Ювис. Специалисты уже столкнулись с некоторыми сложностями. При монтаже коммуникаций на 30 лет победы строители обнаружили неучтенные в документах подземные ливни истоки и врезку в канализационный коллектор. Это добавило работы инженером, но не должно сказаться на сроках сдачи объекта. Надеюсь, что до конца года улицы Маяковского будем стараться максимум вводить. Тем более, что на дорожную часть у нас есть здесь средства федерального бюджета, регионального бюджета. Инженерные сети мы делаем все за деньги бюджета города Сургута. В ходе строительства продолжения Маяковского предусмотрена реновация инженерных сетей. Монтаж новых систем позволит продолжить развитие 20-го микрорайона. Здесь планируется возведение нескольких жилых домов и школы. Новая дорога повысит транспортную доступность и оптимизирует движение по городу. На реконструируемом участке Маяковского построят четыре полосы, подвев каждую сторону, проезжие части разделят. Толщина асфальто-бетонного полотна составляет более полуметра, что позволит увеличить срок службы покрытия. Сдача работ по контракту намечена на конец октября, а откроют движение на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет победы ориентировочно через пару недель. Планировали закончить работу к первому сентября. Все будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас уже начинаются дожди, практически идут каждый день. Участок в направлении строителя сливневой канализации уже закончены. Все работы сейчас занимаемся работами по подготовке земляного полотна и устройства дорожной одежды. Также ведутся работы по направлению в сторону ГАИ, ГИБДД. Все идет по плану. Продолжение следует...